Действительно, вчера, как это и положено на любом Верховном Совете, Захарченко, как председатель Совета Министров, отчитался о результатах поездки в Минск. Собственно говоря, это был стандартный его отчет. Мы с вами хорошо знаем протокол, вот он у меня перед руками. Это протокол трехсторонней контактной группы, где наша делегация, или скажем так, Захарченко и Плотницкий, Донецкой и Луганской Народной Республики, не являлись напрямую участниками трехсторонней встречи. Они были свидетелями этого дела. Тем не менее, Александр подчеркнул, что по просьбе, или уважая, скажем так правильно, уважая инициативу президента Путина, он действительно присутствовал на этой трехсторонней консультации, внимательно слушал, что там происходит, и принял к сведению то, о чем договорились три стороны. Три стороны какие? Нам с вами тоже хорошо известно. Это со стороны Украины, бывший гражданин Украины Кучма, бывший президент Кучма, который, собственно говоря, выступил в роли почтальона, который привез в Минск предложение Порошенко, план Порошенко, мы его называем еще, или называют в Украине его план Порошенко, со стороны ОБСЕ, представительница Финляндии, и со стороны России мы видим тут подпись посла Зурабова. То есть, они договаривались о том, как нам здесь дальше жить. И поставили нас в известность. Вот так. И положили нам на стол. Захарченко и Плотницкий расписались о том, что они приняли этот документ к рассмотрению. Я внимательно читал этот протокол, и каждая строчка в этом протоколе у меня, ну я, такое легкое недоумение с одной стороны, с другой стороны, масса-масса вопросов. Наверное, можно рассматривать этот документ, как основу возможных будущих каких-либо переговоров. Ну, как основу. Вот. Но выполнять вот эти 12 пунктов, которые здесь, ну сегодня не представляется возможным выполнить в один раз сразу все эти 12 пунктов. Безусловно, пункт номер один. Обеспечение немедленно двустороннего прекращения применения оружия. Ну, кто против? И мы за, и Украина за, и ОБСЕ за, и Россия за. Мы все за мир во всем мире. Ну, это очевидно. Освобождение всех заложников незаконно удержанных лиц. А дальше пошло вопрос за вопросом. Вопрос за вопросом. Как это реализовать? Как этот протокол реализовать? Хотя это только протокол, я его бы назвал протокол о намерениях. По каждому из этих пунктов нужно сердиться и разговаривать. Вы вчера остались свидетелями, и я в том числе, уже о трактовке того или иного пункта этого протокола. Мы слышали, как тот же Луценко уже трактует так, да, вот мы обнесем там неким забором. Я ценю, говорит, вообще о физическом каком-то заборе, да, всей контролируемой территории. Луценко говорит о том, что мы превратим это в анклав, ну, наподобие сектора газа, наверное, да, или еще какого-то, не знаю, ну, Пренестровья, может быть, да, где со всех сторон окружить. И дальше будем соревноваться, где лучше жить, в вашем окруженном со всех сторон оклаве, куда вы не заедете, не зайдете, или на нашей вильной, самостийной Украине. Ну, посмотрим, как пройдет еще зима, где лучше жить, да. Вот, но, короче говоря, не хочу сейчас глубоко анализировать текст, чтобы по каждой букве, по каждому, по каждому слову есть вопросы. Вот, скажу, что мы приняли этот протокол, а как его будем выполнять, это еще огромная дистанция между тем, что заявили на тех сторонних совещаниях, до того, как его выполнять.